Привет! Япония удивительная и уникальная страна, которая сохранила свой колорит и обычаи. Она имеет очень развитую экономику и технологический процесс, хотя еще в прошлом веке находилась в упадке. Эта страна построена на контрастах, здесь гармонично сочетается современный европейский устой и древняя культура. С вами канал Студия Факта, в этом видео расскажу интересные факты о Японии. Погнали! Высокие небоскребы соседствуют с цветущими сакурами, а на улицах деловые костюмы и национальная японская одежда. Площадь Японии составляет всего 377 тысяч квадратных метров. Для сравнения, территория России более 17 миллионов квадратных метров. А вот по плотности населения Япония недалеко отошла от России. В ней проживает почти 127 миллионов человек. А вот на огромной территории России живет почти 147 миллионов человек. Официальное название страны – Ниппон-Коку, место, где восходит солнце. Страной восходящего солнца ее также назвал Китай, еще в древние времена, поскольку Япония расположена ближе к востоку, а значит раньше встречает восход солнца. Япония стабильно входит в число стран с продолжительностью жизни – более 80 лет. В среднем мужчины живут 79 лет, а женщины – 85. Обратная сторона долгой жизни – низкая рождаемость и демографический кризис. Эксперты всерьез занялись этой проблемой, так как по подсчетам в 2050 году население страны достигнет 95 миллионов. Зато в Японии самый высокий уровень усыновлений. В 2011 году было зарегистрировано 81 тысяча случаев обретения семьи приемным малышом. Однако есть одна особенность. В Японии часто усыновляют одиноких взрослых мужчин от 20 до 30 лет. Одна из причин – передача бизнеса в наследство или продолжение рода при отсутствии в семье наследников мужского пола. В Японии часто угрожают природные катастрофы. Самая большая опасность – более полторы тысячи землетрясений, которые происходят ежегодно. Их магнитуда может достигать от 4 до 6 баллов, а самые мощные доходят до 8-9 баллов. Интересная история, характеризующая японский дух, произошла с Масабуми Хасону, единственным выжившим японцем на Титанике. После возвращения домой он был осужден общественностью, как трус, и даже потерял работу. До самой смерти он терпел позор, который потом перешел и на его детей и внуков. Специалисты считают, что такая ситуация произошла из-за того, что японцы сочли Хасона тем, кто разрушил традиции самурайского духа. В Японии очень развиты технологии, поэтому 90% смартфонов являются водонепроницаемыми. Их можно использовать даже в душе. Здесь более 5,5 миллионов торговых автоматов, в которых можно купить практически все, что угодно. Японцы ежегодно используют более 25 миллиардов одноразовых палочек для еды. Причем более 90% палочек поставляется из Китая, который ежегодно делает более 45 миллиардов данного товара. Это 25 миллионов полноценных деревьев. Многие общественные бани и горячие источники запрещают вход клиентам с тату. В память о том, что раньше тату носили участники преступных группировок. В Японии есть местная туристическая достопримечательность – остров кроликов Акуна-Сима. Во времена Второй мировой войны там находилась секретная военная база, которая потом была закрыта. Кролика выпустили на волю, и за эти годы они расплодились до невероятного количества. Большинство улиц в Японии не имеют названия. Гости просто получают от хозяев схему проезда или инструкции к навигатору в машине. В Коросе – официальный медицинский термин, который характеризует смерть на работе от переутомления. Чаще всего работник умирает от инфаркта, вызванного стрессом и ненормированным рабочим днем. В Японии ежегодно проходит фестиваль Наки Сумо, в котором борцы занимаются совсем не борьбой. В ходе этого события два борца Сумо берут в руки детей до года и заставляют их плакать, корча рожицы и издавая звуки. Кто первый доведет малыша до слез, тот и победил. В 2015 году монстр Годзилла официально получил гражданство Японии. Вулкан Мехара является в Японии популярным местом для самоубийств. Более 2000 человек прыгнули в его жерло, и правительству страны пришлось построить забор возле действующего вулкана, чтобы избежать суицидов. В японском языке существует более 20 способов сказать извините. Вот такие интересные факты я рассказал в этом видео. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!